МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Мы можем сделать некоторое предположение о характере человека, о его склонностях, о его душевном мире по неким внешним признакам. К примеру, посмотреть, что человек читает, с кем он дружит. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это справедливое и мудрое выражение. Еще более важно, если мы знаем, кто учитель человека, кто его наставник. Скажи мне, кто твой учитель, и я скажу, кто ты. И такое выражение имеет место, имеет силу. Мы сегодня расскажем о человеке, чьим учителем был святой Иоанн Златоуст. Человека этого звали Прокол, он был келейником и учеником святого Златоуста. Прокол многое видел и познал вблизи своего святого учителя. Конечно же, он видел в нем пример трудолюбия, святости, праведности и милосердия, и по мере сил впитывал эти добрые качества. Прокол хорошо знал священное писание, глубоко анализировал его, прекрасно понимал и помнил, и очень четко и красиво излагал свои мысли под стать своему златословесному учителю. Прокол был очевидцем того, как апостол Павел диктовал Иоанну Златоустому смысл своих посланий во время ночных посещений и бдений Златоустого. После смерти Златоуста Прокол со временем стал патриархом Константинополя и занял ту кафедру, на которой был его учитель. При Феодосии II и усилиями Прокла из Каман, из Абхазии, были возвращены многоцелебные мощи святого Иоанна, который умер в изгнании и водворены на почетное место в Святой Град Константинополь на свою кафедру. В церковь вошла новая молитва, до сегодняшнего дня знаемая и любимая. Тресвятое пение «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Дело в том, что в это время опустошительное землетрясение посетило империю. Целые города и села стирали с лица земли, сухие места наполнялись водой, вышедшей из-под земли, и разломы в почве были такие, что падали люди и животные, пропадая там. То есть этот ужас заставлял людей молиться. С пением, тропарей, молитв народ выходил на крестные ходы. В одном из таких крестных ходов некий мальчик, певший и молившийся со всеми, был восхищен так, что людские глаза его перестали видеть. А через некоторое время, считанные минуты, был поставлен опять невредимым и целым невидимым руками на землю. Он сказал, что там, в вышине, он слышал и видел, как ангелы поют следующую песню. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. Народ подхватил ее и добавил слова «Помилуй нас», и землетрясение утихло. Тресвятое с тех пор является неотъемлемой частью всех наших утренних, вечерних и всегдашних молитв. Прокол прожил красивую, богатую событиями и добрыми делами жизнь и в почтенной старости отошел душою ко Господу. А мы сегодня с вами должны вспомнить наших учителей. Тех учителей, кто учил нас нашему ремеслу. Тех первых наших учителей, которые учили нас писать и читать. И вообще всех тех, кто учил нас хотя бы чему-нибудь доброму. Спасибо им за это. Будем помнить о них. Будем им благодарны. Будем о них молиться. Кроме носящих имя Прокол, мы рады поздравить с днем Ангела Татьяну, Ипатия, Феклу, Анну и Диодора. С днем Ангела, дорогие именинники. Радуйтесь. Имена ваши написаны на небесах.